Аркам ТВ представляет. Она спорила с пророком, саляллаху алейхи вассалям. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُوا رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَدُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهم لا تجعلنا من الكافرين رَبِي شَحْلِ صَدْرِي وَيَسْرِ لِأَمْرِي وَحْلُوا الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَاللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا عِنْدَ الْمَوْتِ بِلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُمَّ جَعَلْنَا مِنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ أَمِن يا رب العالمين Сура Муджаделя, 58-я по счету, и это особенная сура в Коране. В первых четырех аятах рассказывается о том, что произошло с пророком, салли Аллаху алейхи вассалям. По своей мудрости, Аллах решил, что эта история не будет забыта вплоть до Судного дня. И эти четыре аята посвящены одному разговору, произошедшему между пророком, салли Аллаху алейхи вассалям, и женщиной, которая была никому неизвестна. Собственно говоря, у этой замечательной женщины была проблема с ее мужем, о чем она и хотела поговорить с пророком, салли Аллаху алейхи вассалям. По ходу хутбы я буду объяснять вам некоторые моменты из этой истории, из-за этого разговора, из-за того, что она жаловалась пророку, а у него не было ответа на ее вопрос. Так как Аллах еще ничего не ниспослал по этой теме, она пожаловалась Аллаху вместо пророка, салли Аллаху алейхи вассалям, из-за чего Аллах не спослал соответствующие аяты. И однажды, уже после смерти пророка, салли Аллаху алейхи вассалям, когда халифом был Умр ибн хаттаб, да будет доволен им Аллах, сегодня его бы назвали президентом. Так вот, он путешествовал в сопровождении свиты, так же, как и сегодня, когда президент путешествует, его сопровождает охрана и важные персоны в многочисленных машинах, и они едут колонной, и, конечно, у них есть определенное время, чтобы доехать до места назначения. Итак, Умр ибн хаттаб встречался с множеством делегаций, с курайшитами и другими. И так получилось, что та женщина шла по дороге, годами позже, уже после того, как умер пророк. Она шла по улице, и, увидев халифа, она сказала, «Эй, Умр, она просто позвала его по имени». Тогда Умр, да будет доволен им Аллах, просто остановил свой караван, свой официальный государственный кортеж, он спешился, подошел и заговорил с ней. Тогда она начала кричать на него, «Я знаю тебя с тех времен, когда люди называли тебя Умэйр, то есть уменьшительная форма от имени Умар. Умарчик, я помню тебя, когда ты еще был маленьким, ты должен бояться Аллаха, теперь ты большой человек, теперь ты президент, теперь ты Амир-уль-му'менин, посмотри на себя, всегда бойся Аллаха, всегда помни об Аллахе». И она так говорила с ним целый час. Она читала ему лекцию прямо там, на улице, в то время, как вся его команда, все его охранники и все остальные послы просто стояли и ждали, пока он закончит разговор. И он не проронил ни слова. Когда же она закончила и ушла, он сказал, «Мы можем идти». Кто-то из его приближенных подошел и сказал, «О Амир-уль-му'менин, повелитель правоверных, мы не видели такого дня, как этот, я никогда не видел такого». Ты остановил всех людей, всех этих высокопоставленных лиц из-за «Аджюз» этой старой женщины. На что он ответил, когда эта женщина пожаловалась, ее жалобы были слышны выше семи небес. И сам Аллах ниспослал аяты для этой женщины. Если бы она говорила со мною всю ночь, то я бы продолжал стоять здесь. И если бы она удерживала меня следующий день, то я бы продолжал стоять тут. И с ее позволения я бы отлучился только для совершения молитв. Как же мне не слушать ту, которая была услышана с высоты семи небес, и для нее были ниспосланы аяты Корана? Итак, она обладала таким почетом, и ее звали Хауля, да будет доволен ее Аллах. Она обладает таким почетом, так как ее воспоминания стали частью Корана, который мы читаем. Я хочу показать вам ту признательность, которую испытывали люди, жившие до нас, как они ценили эту замечательную женщину. Так или иначе, однажды она пришла к пророку, саляллаху алейхи вассалям, с жалобами. Она хотела поговорить с ним, и, когда они разговаривали, упомянула о множестве фактов о своем муже. Он старый человек, он не обладает хорошими манерами. Она начала с этого. Он старый и не обладает манерами. А она младше его, хотя тоже уже не молодая. Я могла иметь детей, но теперь я не могу. Он думает, что я бесполезна. Он обращается со мной, как со служанкой. В другой версии этой же истории говорится, когда-то я была молодой, и много парней хотели жениться на мне, но я выбрала его. Теперь смотри, как он обращается со мной. Сегодня он пришел домой. Он был расстроен. И когда я ответила ему, то он наговорил мне грубости, и я тоже ответила ему грубостью. Кто женат, тот знает, как это бывает. Ты открываешь свой рот, говоришь что-то умное и получаешь в ответ в десятикратном размере. И так она грызнулась, на что он так разозлился, что сказал ей, «С сегодняшнего дня ты для меня, как моя мать». Это то, что он ей сказал, «С сегодняшнего дня ты для меня, словно мать». И это в арабской, доисламской культуре называлось дзигар. И дзигар был такой отвратительной практикой, когда ты был настолько плох со своей женой, что говорил ей, «С сегодняшнего дня, клянусь, ты для меня, как моя мать». Что означало, что я больше не буду иметь никаких отношений с тобой, потому что теперь ты для меня, словно моя мать. И это исключено, чтобы мы с тобой были вместе. Это означало, что они никогда не будут вместе. Таким образом, это еще хуже, чем развод. Это то, что делали люди до ислама. Итак, он сказал ей эти слова и ушел. Он вышел из дома. Она сказала, «Он был со своими друзьями какое-то время, затем вернулся, и хотел было приблизиться ко мне, но я сказала ему, «Нет, ты не приблизишься ко мне до тех пор, пока Аллах и его посланник не вынесут решение, потому что ты сказал то, что сказал. Я не позволю тебе притронуться ко мне до тех пор, пока я не поговорю с пророком». Тогда она пришла к пророку и пересказала то, что сказал ей муж. Что нам делать? Вначале пророк сказал, что у него нет ниспосылания по данному вопросу, что в Коране говорится только про развод, таляк. Он не говорит о таком варианте, с сегодняшнего дня, ты для меня как моя мать. В Коране ничего нет по этой проблеме, еще нет. У пророка, салли Аллаху алейхи вассалям, не было ответа. Но полагаясь на то, что он знал, опираясь на свое мнение, он сказал ей, «Из того, что я знаю, харумти алейхи, ты стала для него запретной, больше ты не можешь быть с ним». Я не говорю, что это точный ответ, но таково мое мнение. Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, не вынес фатву по ее проблеме, он просто сказал, «Это то, как я думаю». И она сказала, «Ма каля талякан». Но он не сказал развод. То есть, она начала спорить с пророком, салли Аллаху алейхи вассалям, и свидетели происходящего говорили, что она продолжала оговариваться, все больше огорчалась из-за слов, салли Аллаху алейхи вассалям, и при этом все больше и больше повышала голос. Не бывало такого, чтобы люди приходили к пророку, салли Аллаху алейхи вассалям, и разговаривали с ним таким образом. И в другой части Корана, в суре Худжират, мы узнаем, «Не возвышайте ваши голоса над голосом пророка, и не обращайтесь к нему, как к любому другому». И не обращайтесь к нему так же, как вы обращаетесь друг к другу. Если я вижу кого-то из моих друзей, «Эй, брат, иди сюда! Эй, Карим, иди сюда!» Но если кто-то придет к пророку и скажет, «Эй, Мухаммад, мы хотим поговорить с тобой». Если ты вдруг повел себя таким образом, то Аллах говорит об этом. Ваши деяния окажутся тщетными, и вы даже не почувствуете этого. И не имеет значения, сражался ли ты в битве при Бадре, или совершил хиджуру, или потратил все свои деньги на благотворительность. Все это будет впустую, если ты будешь говорить так с пророком, если будешь непочтителен с ним, саляллаху алейхи вассалям. Но эта женщина повысила свой голос, она спорила с ним, продолжая пререкаться. Вы должны понять кое-что. Иногда пророк, саляллаху алейхи вассалям, говорил свои мысли, свое мнение, не основанное на откровении. Однажды пророк, саляллаху алейхи вассалям, проходил мимо людей, которые занимались земледелием. У них был опыт в сельском хозяйстве, свои способы выращивания растений и так далее. И вот пророк, саляллаху алейхи вассалям, проходя мимо, спросил, «Почему вы так делаете?» Они ответили, «О посланника Аллаха, это то, как мы выращиваем наши растения. Я не вижу никакого смысла в этом». Он вроде как выразил свою критику, но он не садовник и не фермер. Он просто сказал то, что думает. И тогда они перестали выращивать свои растения тем способом, и на следующий год урожай не взошел. Тогда они пришли к пророку, саляллаху алейхи вассалям, «О, Расуллиллах, почему ты так сказал нам?» Он ответил, «Я не сказал вам так не делать. Вы лучше знаете свою работу». Другими словами, когда пророк что-то говорил хотя бы раз, то никто с ним не спорил. Они просто делали. Даже если он не говорил им так делать. Но в нашем случае эта женщина, несмотря на то, что она услышала мнение пророка, все равно сказала, «Но он не произнес слово «развод». Я не понимаю твой ответ». Она пыталась объяснить ему, «У нас есть дети. Если я оставлю с ним детей, тогда они умрут». Он не знает, как о них заботиться. Он плохо обращается с детьми. Он вспыльчив, как со мной, так и с детьми. Он плохо с ними обращается. Он не может о них позаботиться. Я не смогу быть с ними. И тогда дети будут дома в опасности. Но если я заберу детей с собой, то они умрут от голода. У меня нет средств, чтобы содержать их. Нельзя разрушать нашу семью. Таким образом, она описала проблему пророку, и у него не было ответа на это. Тогда Аллах не спослал эти четыре аята, в которых содержится руководство и ответ. Я выбрал эту хутбу, эти четыре аята, так как на прошлой неделе я делал серию лекций по этой суре в нашей мечети. И я решил рассказать об этом случае в хутбе, потому что в нем есть что-то, что мы должны навсегда уяснить для себя. Аллах решил, что эта история должна быть частью того, что мы будем читать до Судного дня. Не просто так. Здесь присутствуют вечные уроки, которые должен помнить каждый. Поэтому Аллах сделал так, чтобы мы помнили об этой истории. Итак, Аллах начинает, говоря, «Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкание относительно своего мужа». Итак, Коран не был ниспослан, чтобы сказать ей, «Бойся Аллаха и прояви уважение к пророку, следи за своим поведением». Это же посланник Аллаха, как об этом говорится в других местах. «Знаете, что среди вас находится посланник Аллаха». Но не в этот раз. Аллах говорит, «Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкание относительно своего мужа». Дошло до того, что она настолько разочаровалась в пророке, салли Аллаху алейхи вассалям, что подняла свои руки в направлении к небу и сказала, «О Аллах, надели твоего пророка правильными словами!» Это то, что она сказала. «Вложи какие-нибудь слова в уста твоего пророка, потому что у него для меня нет ответа». Тогда Аллах ниспослал слова, аяты, которые пророк начал говорить, начал произносить аяты из Кур'ана. Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкание относительно своего мужа. И она обратилась к Аллаху и пожаловалась Аллаху, направила свою жалобу к Аллаху. Аллах уже услышал спор между вами. То, как говорила та женщина, слышали не только люди, которые шокированы и стояли рядом с пророком, но сам Аллах говорит, «Я слышал ваш разговор». Ведь Аллах – слышащий, видящий. Первый урок, который мы получаем от самого Аллаха, когда кто-то в беде, когда кто-то в безвыходном положении, и он приходит к тебе за помощью, даже если он повышает свой голос или спорит с тобой из-за ужасного состояния, в котором он находится, вы не должны расстраиваться и говорить, как он смеет со мной так разговаривать. Прояви уважение. Даже Всевышний Аллах не придал значения тому, что одна из верующих спорит с посланником Аллаха, с тем же посланником, о котором Аллах ранее сказал. В суре «Аль-Бакара» он говорит, «Или же вы хотите попросить вашего посланника, как прежде они просили Мусу? И кто поступает так, тот что? Кто сменил веру на неверие, тот уже сбился с прямого пути, потерялся, пропал». Выпрашивать все подряд у своего пророка это то же самое, что быть сбившимся с пути. Это как выйти из ислама. Разве она не выпрашивала? Она спорила. Но Аллах показал нам особенность ситуации. Когда кто-то в отчаянии, когда кто-то ранен и приходит в поисках облегчения, то Всевышний Аллах проявляет милосердие и не обращается с ним так, как если бы он пришел, проявляя отвратительное высокомерие. Другими словами, мы имеем дело с людьми и иногда люди расстраиваются. Но прежде чем вы скажете, «Как ты смеешь расстраиваться?» Задумайтесь. И здесь первый урок и первое, что вы должны понять, почему он расстроен. Из-за высокомерия? Из-за дурости? Или же это расстройство вызвано болью? Они находятся в какой-то болезненной или сложной ситуации, из-за чего они кричат и что делает их расстроенными. И если это такой случай, то вы не должны повышать голос, повышать тон, вы должны сочувствовать их боли, их сложностям. Аллах проигнорировал то, что она спорила с его посланником саллиаллаху алейхи вассалям, и сказал, «Я уже услышал спор между вами, весь диалог». Все, кто сидел или стоял там, были в шоке. Как она может так разговаривать? Аллах говорит, «Я слышал все». И он отвечает, «Те из вас, которые объявляют своих жен запретными для себя, если вы когда-либо скажете что-то в духе, «Ты для меня как мать», то Аллах отвечает, «Их жены не матери им, ведь их матерями являются только женщины, которые их родили». Это не научная сенсация. Все и так знают, что матерью является та, которая тебя родила. И люди, которые говорили те слова, тоже знали об этом. Но Аллах сказал, «Как бы больше, чем требовалось». Что за ерунду вы несете? Что за нелепость? Это не имеет никакого смысла, ведь у вас уже есть мать, которая вас родила. Таким образом, Аллах порицает не женщину, а мужчину. Который произнес те слова, произнес из-за высокомерия. «У меня плохое настроение, поэтому скажу все, что захочу». И он будет продолжать свою тираду. И Аллах не остановился на сказанном. «Ва иннахум ла якулунам мункарам минал каули вазура». Они говорят слова лживые и предосудительные. Это непозволительная речь. Это ложь. Аллах разгневался за это, потому что на это есть несколько причин. Я поделюсь некоторыми из них. Аллах сделал определенные создания священными, и одно из которых – это мать. «Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи, связи, которые образуются в утробах матерей. Материнство священно». Таким образом, каждый раз, когда слово «мать» используется в неприличном контексте, в споре, в связке с нецензурной бранью, то произносящий это совершил преступление не только по отношению к оппоненту или его матери и так далее, но также и совершил преступление в отношении Аллаха, потому что мать, ее утроба, священна. Как ты смеешь использовать слово «мать» таким образом? Как ты смеешь? Это имеет в виду Аллах. И даже мне не нужно искать все эти слова. Вы живете в Америке, и те люди, которые смотрят этот эфир по интернету, знают, какой интернет на самом деле. В каждой культуре мира дьявол и дьявол или шайтан, он везде шайтан. Он знает японский, он же говорит на пинджабе, он же говорит на английском. Это все тот же шайтан. Еда может быть разной, культура может быть разной, а дьявол тот же самый. Дьявол знает, что Аллах сделал утробу матери священной. Поэтому вы найдете в каждом языке, что самыми оскорбительными словами являются маты в связке со словом «мать». в каждой культуре. Почему так? Если культуры разные, то и мерзости, по идее, тоже должны быть разными. Но нет, они одинаковы. Потому что дьявол тот же самый, шайтан тот же самый. Между прочим, тот, кто не уважает утробу матери, тот не уважает самого Аллаха. Всевышний Аллах сделал это слово, это материнство, происходящее из утробы, рахм. И в хадисе Кудсе он говорит, «Я ар-Рахман назвал утробу от своего имени, рахм». Так что будьте осторожны, когда вы говорите что-то в таком роде. Но, аль-хамдулилях, мы больше не говорим такого. Я не знаю, может быть, в какой-то сумасшедшей ситуации кто-то, ругаясь со своей женой, скажет, «Ты для меня как мать с этого момента». Так больше никто не говорит, это устарело. Это прекратилось 14 столетий назад. Но что еще мы должны понять из этого? Мы должны понять, что этот человек сделал харамом для самого себя, запретил для самого себя то, что разрешил Аллах. Связь между мужем и женой так же священна. Так же, как священно материнство, так же священен и брак. И Аллах называет брак суровым заветом, серьезным договором. Аллах использовал то же словосочетание, как и тогда, когда он брал завет с пророков о том, что они донесут его послание. Это тоже. И в Суре Ан-Ниса он говорит о браке. Это очень серьезный договор. Не относитесь к этому легкомысленно. Вы знаете, в этой конкретной ситуации, в этих конкретных аятах Аллах особенно суров к мужчинам. Потому что, вы знаете, в споре есть две стороны. Обычно мужчина говорит что-то безумное, не от нечего делать. Нет такого, что он сидит и тут вдруг начинает говорить всякие гадости. Да, иногда и такое бывает, но чаще бывает так, что женщина говорит что-то, начинает его дергать, пилить, после чего мужчина выходит из себя и говорит гадости. Но в этом конкретном аяте Аллах возлагает ответственность на мужчину. Лучше следи за своим языком. Ты глава семьи. Ты должен лучше контролировать себя. Ты не должен выходить из себя. Но даже если такое и произойдет, то все равно нужно думать, что ты говоришь. Не переходи границ дозволенного. Затем Аллах говорит, те, которые объявляют своих жен запретными для себя, а потом отрекаются от сказанного. Извините, я не это имел в виду. Я возвращаю свои слова обратно. В другой ситуации нужно просто покаяться и продолжать свою жизнь. Только и всего. Легко. Но в этом случае Аллах указывает, что нет, этого недостаточно. Ты должен освободить одного раба. Ты должен освободить своего раба, прежде чем они прикоснутся друг к другу. Я только сказал, что она мне как мать. Я не хотел этого говорить. Я просто был не в себе. Нет, этого недостаточно. Ты должен освободить своего раба. А почему освободить раба? Некоторые ученые объясняют, почему освободить раба? Потому что, когда ты сказал те слова женщине, ты поместил ее в своего рода эмоциональную тюрьму. Теперь она как бы и не твоя жена, но и не разведена. Ты подвергаешь ее страданиям. И чтобы восполнить это, Аллах как бы говорит, для того, чтобы ты понял, каким страданием ты ее подвергаешь, ты должен взять кого-то, кто находится в настоящем страдании, в страдании рабства, и освободить его. Чтобы ты понял ту боль, которую причинил. Расплата соответствует преступлению. Таков закон Аллаха. И так он идет освобождать раба перед тем, как они могли бы иметь близость. Этим вас увещевают. И Аллах ведает о том, что вы совершаете. Затем он говорит, если кто-либо не сможет сделать этого, да, есть такие, которые не могут себе позволить освободить раба. Что мне теперь делать? Кстати, сегодня, когда что-то такое случается, и у нас нет рабства, что мы будем делать? Он говорит, он должен поститься, слушайте внимательно, то он должен поститься в течение двух месяцев, 60 дней, два полных месяца, без перерыва, прежде чем они прикоснутся друг к другу. Знаете, когда вы поститесь в Рамадан, вам дозволено вступать в близость с вашими женами в ночь поста, но этот пост не такой, как в Рамадан. Это не 30 дней Рамадана, после которого люди говорят, аль-хамдулиля, все закончилось, а тут Рамадан вдвое больше. И дайте мне сказать кое-что. В Рамадан Аллах делает пост легким. Попробуйте поститься 30 дней Рамадана, а потом еще два дня после него, и это будет в 10 раз труднее, потому что Аллах желает вам облегчения в Рамадан, и Он делает его легким. Пост вне Рамадана намного сложнее, и теперь Аллах говорит 60 дней подряд. Что это значит? Если вы пропустили хотя бы один день, к примеру, 45-й или 46-й день, вы его пропустили или не смогли поститься, что тогда? Угадайте. Счетчик обнуляется, и снова нужно поститься все 60 дней, 60 дней подряд до того, как они смогут прикоснуться друг к другу. Если бы это были просто 60 дней, любые 60 дней, но нет, 60 дней подряд, два месяца подряд до того, как они смогут прикасаться друг к другу. Как такое можно сделать? Но для тех, кто не может сделать и этого, то так же, как и в других вопросах шариата. Когда вы пропустили пост, вы можете возместить его, накормив кого-нибудь. Так что вы должны накормить 60 человек. Но возникает вопрос, почему пост? Знаете, когда вы поститесь, когда я пощусь, то вещи, которые в обычное время дозволены, становятся харамными. Так ведь? Вода, которая халяль, становится запретной. Еда халяль становится харамом. Жена халяль становится харамом. На время поста. Не так ли? Аллах указывает это за то, что ты открыл свой рот, взял что-то халяльное и решил сделать его харамом. Давай-ка я научу тебя, кто решает, что харам, а что халяль. На протяжении 60 дней ты будешь учить, кто определяет харам и халяль. То, что ты забыл тогда, когда открыл свой рот. Ты забыл. Так что он постится 60 дней. Кстати, в той истории, когда был неспослан аят, женщина не прекратила спор. Она сказала, у него нет денег, чтобы освободить раба. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, тогда он может поститься 60 дней. Она сказала, он не может поститься даже один день. Когда он пропускает один прием пищи, то слепнет. Так что это не подходит. Тогда он говорит, пусть накормит 60 человек. Хауля сказала, у нас едва хватает еды для себя, у него нет еды, чтобы ее раздавать. Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, принес корзину фиников и сказал, возьми и накорми этим 60 человек. А остаток оставь себе. Вот что он сделал для нее, чтобы спасти ее семью. Но последнее, чем я хотел с вами поделиться, на что не уйдет много времени. Я знаю, что некоторым из вас нужно возвращаться на работу, но это один из наиважнейших моментов этой хутбы. В быту люди говорят разные вещи, когда гневаются. Люди говорят разные вещи во время гнева. И знаете, что делают некоторые люди? Во время гнева они говорят матерные слова, а через пару часов прикидываются, будто бы ничего не случилось. Ты наихудшая, что со мной было. Я не могу поверить, что жил с тобой. Я был счастлив до того, как встретил тебя. Ты виновата в том, что я болен. Ты причина того, что все стало так плохо. Я ненавижу тебя. Ты худшая ошибка в моей жизни. И все в таком роде. И через два часа, эй ты, хочешь пойти поесть мороженое? Что мы будем делать сегодня вечером? Ты уже купила билеты? Ведет себя, как ни в чем не бывало, как будто бы ничего не случилось. Она такая, а? Мне что, тоже прикинуться, будто бы ничего не произошло? Вы раздумываете, стоит ли мне напомнить ему о тех сумасшедших вещах, которые он говорил мне два часа назад, потому что это было ужасно утомительно. Стоит ли мне снова это делать, так как у него, судя по всему, амнезия, так? Он забыл все, что было. И вы говорите себе, «Ох, это слишком утомительно. Пошли, возьмем мороженое». Вы просто двигаетесь дальше. Это игра, в которую играют некоторые люди. Они оскорбляют, а затем прикидываются, будто бы ничего не было. А потом они опять оскорбляют и опять прикидываются, что ничего не случилось, и так повторяется снова и снова. И вы играете с ними в эту игру, потому что споры с ними слишком сильно выматывают. Это как быть на боксерском поединке. «Ух, наконец-то все закончилось». И вдруг звон гонга, и противник снова перед вами. «Ладно, я выбрасываю полотенце, ты победил». Я больше не могу спорить. Есть люди, которые так поступают. У этих мужчин и женщин только что была ссора, и через пару часов он хочет быть с ней, так? Он просто хочет быть с ней. Давай прикинемся, будто бы ничего не было. Вы можете так делать. Можете делать так до наступления судного дня. Но Аллах напомнит вам, что те слова, которые вы произнесли, не такие уж пустяковые. Словесные оскорбления внутри наших семей – это не пустяк. Говорить такое является абсолютным харамом. Иногда матери становятся слишком драматичными после просмотра сериалов пакистанских драм. «С сегодняшнего дня ты мне больше не сын. Я не хочу тебя больше видеть». До самой смерти. А затем она разбрызгивается клятвами. «Валлахи! О Боже!» И вы думаете, что за слова, которые вы разбрасываетесь, ничего не будет? Они не были записаны? Аллах не услышал этого разговора в вашей спальне? И не ниспослал аят об этом? Когда вы прикидываетесь, что никогда этого не говорили, и заставляете другого человека тоже впасть в амнезию, Аллах все равно не забывает об этом. Аллах не забывает об этом. Аллах засчитает вам это. И Аллах сильно осуждает ситуации в семейных отношениях, когда словесное давление в семье становится нормой чем-то незначительным. Это не мелочь. Это не мелочь. Это причина, по которой было неспослано четыре аята. Это очень серьезно, понимаете? В другой раз с пророком, салли Аллаху алейхи вассалям, произошла история, и это важно знать, и связать с сегодняшней историей. В Рамадан, когда вы поститесь, вы не должны иметь близость со своей женой. К пророку, салли Аллаху алейхи вассалям, пришел сподвижник и сказал, «Я погиб, я уничтожил себя. Что случилось? Я был со своей женой. Сейчас, в Рамадан. Что мне теперь делать?» Но аятов по этому вопросу еще не было неспослано. В Коране не было предписания о том, что нужно делать, если случится что-то такое. В Коране ничего нет об этом. Но этот мужчина пришел. У меня была интимная близость с моей женой. Что мне теперь делать? В Рамадан. Тогда пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, «Освободи раба. Я не могу, у меня нет рабов. Я не могу себе такого позволить». Тогда он говорит, «Спастись 60 дней». Тогда этот человек говорит, «Я еле как выдержал Рамадан. Как я могу паститься 60 дней?» И тогда пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, говорит, «Накорми 60 человек». Тот говорит, «Я не знаю между этими двумя горами семьи более бедной, чем моя. Если ты знаешь такую, дай мне знать». Тогда пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, дал ему корзину с едой. «Иди и раздай это людям». Тогда тот человек спросил, «Могу ли я забрать остаток себе?» На что он сказал, «Да, ты можешь оставить себе. Иди». Получается, пророк дал ему три варианта «Освободи раба», «Пастись 60 дней» или «Накорми 60 человек». Так ведь? И это сходится с тем, что Аллах говорит в суре муджадиля. Почему же пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, берет и применяет суру аль-муджадиля, которая была неспослана из-за того, что некто сказал своей жене, «Ты мне как мать», в совершенно другой ситуации? Я спросил об этом одного из моих учителей, доктора Акрама а-н-Надуи, и его ответ был блестящим. Он сказал, «Обе эти ситуации имеют кое-что общее. Когда ты берешь что-то харамное, а затем намеренно делаешь это халяльным для себя, то применяется то же правило. И когда ты берешь что-то халяльное, жену, и делаешь ее для себя харамом, то это то же самое нарушение. Только Аллах решает, что халяль, а что харам. Когда ты сам берешься решать это, то ты должен ответить за это». Вот что общего в этих двух случаях. Это не мелочь. Мы должны быть осторожными в словах и делах, которые мы совершаем. И слова, сказанные в наших домах, были очень тщательно записаны у Аллаха. Аллах уже услышал слова женщины еще до того, как она пришла спорить с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Еще до того, как она спорила со своим мужем, все разговоры были записаны, все они у Аллаха. Следите за тем, что вы говорите, особенно членам ваших семей, особенно в разговорах с ними. Мы очень любезны, когда мы встречаем незнакомцев. «Ассаляму алейкум», «Как ваши дела?» «Маша Аллах», «Альхамду лилля». Затем вы садитесь в машину к своей жене и детям, или к вашему мужу, или сестре, брату, и ваше лицо меняется. Меняется тон, слова меняются, меняется само отношение. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Лучшие из вас те, кто хорошо относится к своей семье». Большинство из нас являются худшими для своих семей и лучшими для всех остальных. Для других мы кажемся замечательными, но мы наихудшие для своих семей, худшие для своих супругов, муж по отношению к своей жене и жена по отношению к мужу. Вот как мы забыли книгу Аллаха. Я прошу Аллаха, чтобы эта хутба была напоминанием для всех нас, чтобы мы были осторожными в том, как мы используем наши языки в наших домах. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.